Ребята, всем привет, с вами Екитай. Сегодня мы посмотрим с вами софтбоксы, которые я купил на Алиэкспресс. Купил я их ни много ни мало для себя, так как по ходу моей работы на ютубе внезапно до моего чердака доехало, что свет в видео играет огромную роль. Короче, вся суть в том, что в рамках моего жанра распаковок, конечно же, что свет по всей картинке должен быть распределён равномерно. Без теней, различных ненужных бликов, которые в принципе и снижают качество любого видео. Для примера вы сейчас видите мой старый ролик с жёстким светом и слишком выделяющимся тенями. А здесь моё одно из последних роликов с качественным распределённым светом, хотя по-моему нужно ещё добавить немного яркости. Короче, это были мои необходимые требования для света и немного покурив Алиэкспресс, нашёл неплохой вариант комплекта софтбоксов, так сказать, для народа. Здесь можно купить и поштучные софтбоксы, и отдельные элементы софтбокса, отражатель с рассеивателем, осветитель. Но так как я тот человек, который не любит по лишнему поводу двигать булками, купил полный комплект с лампами за 6К рублей на момент съёмки видео. И сразу же допустил одну глупую ошибку. Лампы, которые я купил, были 60 Гц. Кто не понял, тот поймёт. Блин, задолбали эти мемы про дружком. Кто не понял, камера на моём телефоне снимает 60 фпс, а частота источника света, то бишь моей лампы, 60 Гц. Итого, получаем следующий эффект. Ля-ля-ля, придётся мне другие нафиг лампочки покупать, потому что, видишь, у меня в основном светлые фоны, и это будет видно, пипец. В общем, пришлось поснимать все нормально лампочки в квартире и заменить всё это дело. На будущее. Не берите эти лампы, если вы планируете снимать видео, иначе вас ждёт та же муть. Экспресс-доставка заняла всего 3 дня. Берите доставку курьером до двери, иначе вы замучаетесь тащить на себе эту бандуру. Посылка реально огромная, пришлось для распаковки мне бросить её на ковёр, так как на столе просто тупо нет места. Да и к тому же посылка реально увесистая. По ощущениям, примерно 15-20 кило. Скотча здесь нереально много, одними зубами упаковку не раскроешь, поэтому советую наточить свои ножи. Вот так всё у нас выглядит после раскрытия пакета. Каждый элемент софтбокса в своей коробке, и это приятно. Начнём с малого, с чехлов, внутри которых лежит отражатель с рассеивателем и крепёжными спицами. Спицы надёжные, если особо не прикладываться, то согнуть их будет весьма проблематично. Я бы отнёс это к плюсу. Также у нас есть тонкая дорожная сумка, в которой можно перевозить софтбоксы. Вещь скорее бесполезная, чем нужная. Лично у меня боксы будут стоять в комнате, перетаскивать я их не планирую, но кто её знает. Посмотрим, что у нас внутри коробок. В них у нас лежат осветители, которые, к моему сожалению, далеко не из керамики, а просто из обычного пластика. После длительных часов тестов, кстати, не плавится. И это самое главное. Цоколь здесь стандартный E27, внутри лежал дополнительный предохранитель. Сзади осветитель выглядит вот таким образом. Два выключателя, фьюз, куда мы всовываем предохранитель и как бы всё. Никакой настройки яркости и других педалей здесь нет. Длина провода всего 3 метра. Держатель позволяет поворачивать бокс вверх-вниз на 135 градусов. Далее переходим к безнадёжным лампам, хотя безнадёжны они для видеографов. Фотографы в целом смогут ей пользоваться без проблем. По размеру они, кстати, чуть больше обычных стандартных. Остались сами триподы, упакованы аккуратно в пупырчатый полиэтилен. В сложенном состоянии триподы имеют длину 67 сантиметров. Если раздвинуть полностью, то 2 метра. Надо сказать, довольно крепко держат бокс. Проблем с креплением никаких нет, но Китай есть Китай, могли бы их сделать чуть-чуть понадёжнее. Мне кажется, в первую очередь сломаются именно они. Ещё один минус – это слабая устойчивость. Если пошатнуть бокс, то он беспрепятственно упадёт. Но если на ту сторону, куда направлен бокс, поставить ногу трипода, то всё окей. Будет стоять без проблем. Но согласен, этот момент немного напрягает. Собирается бокс достаточно легко. Берём светильник, сбоку отверстия вставляем спицы. Далее расправляем отражатель и закрепляем на наших спицах. Прикручиваем к триподу, вставляем лампочки и вау-ля! Видит вся конструкция. 45-ваттные лампы светят, конечно, очень мощно. Боюсь представить, что было бы в случае с 135-ваттными лампами. Моё рабочее место выглядит теперь совсем иначе. Теперь я настоящий тру-ютайбер с полупрофессиональным светом. Осталось только купить нормальную камеру. Сейчас, спустя пару недель, я уже привык к этим боксам. Но помню, когда их только-только поставил, словил нереальный кайф от того, что качество моего контента теперь выходит на новый уровень. Люди будут смотреть ролики, получать удовольствие, подписываться. Я тоже буду получать удовольствие. Мы будем любить друг друга долго и счастливо и умрём в один день. Понятно! Понятно! Могу ли я рекомендовать данное оборудование к покупке? Ответ однозначно да. И дело здесь в цене, так как подобные вещи у меня в городе или на озоне стоят примерно от 10к. А тут как бы 6. Ещё и не надо тратиться на лампы. Просто нужно немного включить мозги и выбрать правильные. Поэтому эти боксы можно смело назвать народными. Тест картинки на экране. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал.